Всех приветствую, друзья, на связи Данки. В этом видео я сделал обзор на турнир в поисках наутилуса. Задача в этом турнире или уничтожить базу противника полностью, или захватить 10 зон наутилуса. Зона наутилуса это ящики, которые всплывают со дна, в какой-то определенный промежуток времени ваша задача их захватить. За это вы получите контейнер с ресурсами и у вас добавится плюс одно очко в таблицу. Если вы таких 10 соберете, то победите без уничтожения базы противника. Турнир считается морской, в основном все здесь играют через флот, потому что достаточно часто выпадает зона наутилуса. И за счет этого не обязательно пробовать собирать большую армию по земле, чтобы пробить противника. Потому что можно за 12 минут просто быстро собрать все зоны и победить. Также, как и в обычном пвп, на земле есть контейнеры с ресурсами, мы их обязательно захватываем. На море нету контейнеров, то есть изначально, когда вы уходите в море, вы должны понимать, что производить дельты вам нужно только для того, чтобы захватить первые появившиеся зоны наутилуса. На первой минуте пятой секунде появляется первая зона и вторая. Расположены они рядом с базами игроков. То есть вы должны забрать свою, которая рядом находится, противник, скорее всего, заберет свою. У вас есть два варианта развития в начале. Или вы выходите в развертку в море и пытаетесь захватить зону противника. Второй вариант. Вы, используя бусты на пехоту, собираете больше ресурсов по земле. И захватываете только свою зону, которая находится рядом с вашей базой. Я решил сыграть от сбора ресурсов на земле. И интересный маневр делаю. Так как у нас торпедные установки в игре, они очень мощные. Одна способна потопить 2-3 тяжелых корабля. То я решил, что поставлю я торпедную установку в центре моря. Потому что уничтожить ее будет в дальнейшем очень трудно. Для этого я первый стройдвор поставил в эту сторону. Поставил торпедку, поставил верфь. И вниз поставил еще один стройдвор. И от этого стройдвора я ставлю морскую установку. С помощью нее я смогу завладеть центром вот этого бассейна. Вот захватывается первая зона наутилуса. Захватывается на фабрике достаточно долго. Мы подбираем контейнер с ресурсами. И вступаем в бой с дельтами противника. Бой однофракционный. Играем против игрока 22 ранга. Достаточно сильный боец. И в каких-то моментах я уже просто хотел выйти из боя. Понимая, что противника реально силее меня по прокачке. И сделать я тут уже вряд ли что-то смогу. Я выхожу в викинги через одну верфь. Достраиваю вторую верфь. Потому что турнир морской. Производить опять же наземные войска здесь есть смысл. Но небольшой. Обнаружена торпедная установка противника. Зона наутилуса выпадает примерно посередине. Но ближе к торпедке моего противника, нежели к моей. Поэтому эту зону скорее всего он заберет себе. Я только начинаю производить первых викингов. К сожалению, только вот через 20 секунд он выйдет. Я включил специальный буст производства. Чтобы постараться как можно скорее произвести викинга. Попробовать не дать захватить эту зону наутилуса. И видим, что противник строит торпедную установку. В этом турнире важно поставить торпедную установку первым. Потому что вы не можете знать, поставил противник торпедку или нет. Достроился она или еще не достроился. И он допускает ошибку. Он строит торпедную установку. В итоге я уничтожаю, при этом ничего не теряя. База развивается у нас тоже. Потихонечку. 5 центров снабжения. 3 электростанции. Ну и мы будем производить флот. Потому что турнир морской уже почти 4 минуты боя прошло. 3 зоны было захвачено. Причем мы 2 противника. Что не очень-то хорошо. Я вступаю в бой. Пытаюсь уничтожить противнику торпедную установку. Которую он строит рядом. Мои торпедные установки до него не достают. Ну, одну торпедную установку я потоплю. А вот до второй будет добраться сложно. Что у противника торпедная установка. Она стреляет очень далеко. И из-за этого я не могу ее перестрелять. То есть я сейчас пытаюсь викингам подплыть. Издалека на золотом морском ударе. Расстрелять торпедку противника. Но мне не хватает дальности стрельбы моего тяжелого корабля. И меня перестреливает торпедная установка. Которая стоит там в 2-3 клетках от моего корабля. С золотым густом на общую оборону я достать до торпедки противника, к сожалению, не могу. Вроде бы потихонечку захватываю зону на Утилуса. Достраивается торпедка противника. И она достает до моих торпедных установок. То есть у меня торпедные установки достают до вот этой торпедной установки. А вот до этих не достают. У меня торпедная установка прокачана полностью. Под 20 ранг. И, видимо, у моего противника она прокачана лучше. Почему? Потому что он стреляет на пол клетки дальше. А может и на клетку. Стреляет, потому что он реально очень далеко. Но он опять включает буст на общую оборону. До 10 минуты дальность стрельбы торпедных установок увеличивается на 3 клетки. И из-за этого он достает до меня. И как бы я сделать ничего не могу. То есть у меня стоят 2 торпедные установки. Я их поставил раньше него. Но чисто за счет того, что у него они стреляют дальше. Он уничтожает мои торпедные установки. И освобождает вот этот бассейн. Здесь я, к сожалению, ничего поделать не могу. Как вы видели, викинги тонут очень быстро. То есть буквально 5-6 торпед. И он уже идет на дно. Ну и из-за этого я понимаю, что тут в этом бою все идет и не очень хорошо. Решил выйти до посидонов. Потому что они стреляют далеко. Дальше торпедных установок. Если постоянно использовать буст на морской удар. Ну и решил попробовать викингами захватить зону утилс, которые появились сверху. Вот эта зона выпала ближе ко мне. Но, к сожалению, противник уже привел 2 тяжелых корабля. И одним викингом я, конечно, ничего не смогу сделать. Я просто надеялся на то, что противник тут застравит все торпедными установками. Он тратит на это много ресурсов. Поэтому он не сможет сделать кораблей. Просто потому что у него не будет на это ресурсов. А он, к сожалению, владел этими ресурсами. И поэтому здесь он и строит новые торпедные установки. И кораблей больше сделал, чем я. Ну, в общем, все очень плохо складывается для меня. Вот. Я тут разродил торпедку противника. Уничтожил ее своей достроившейся торпедной установкой. Ну, в принципе, я вот эту территорию за собой занял. То есть здесь он сейчас пока что не сможет построить новых торпедных установок. Только если он разметит свою территорию так, что на пол клетки дальше или на клетку будет стоять. Ну, вот как сейчас. Допустим, он поставил торпедную установку. Я до нее достаю. Если он поставит на клетку правитую, то я до нее, скорее всего, доставать уже не буду. А он до меня может вполне достать. Только у меня корабли выходят сверху. И сразу же по ним пролетают торпеды. То есть игра здесь крайне трудная из-за этого. Карта кажется бы и морская. Но вот эти торпедные установки, что у сопротивления, что у конфидерации стреляют очень далеко. И при этом буст до 10 минут дает реально очень мощный буст для депа. И из-за этого даже казалось бы такое большое море. А все равно, по сути, происходит битва торпед. Ну, в общем-то, я делал дальше корабли. Ну, а что еще делать? Противник допускает ошибку. Попадает под огонь моих двух торпедных установок. В итоге я его топлю буквально мгновенно. Появляется еще два викинга противника. Откуда они выполнили? Вообще без понятия. Ну, и он вступает в бой, пытается подтопить мою торпедную установку. Моя торпедная установка слабее его кораблей по рангу. Но это не мешает ей подтопить уже, получается, третий корабль. Да, там сверху могла другая торпедная установка. Ну, сама суть в этом. Вот здесь он сам себе отодвинул викинга подальше. Из-за чего не смог добить мою торпедную установку. Потому что целый залп пропустил. И, как бы, моя торпедная установка в итоге уничтожает его. Здесь он, в принципе, вот сейчас, в этом моменте, мог закрепиться на этом участке. Не дать мне построить торпедки и построить свою торпедку. И через посидону играть и выбивать меня отсюда. Но он потерялся. Буквально вот эта поставленная торпедка на своего викинга позволила мне удержаться на важном участке карты для меня. И мы продолжаем захватывать зону наутилуса. Вот уже, как мы видим, противника счет 4, у меня 2. То есть я сильно отстаю. По зонам наутилуса выигрывать здесь уже не такой хороший вариант. Потому что может зарандомить так, что зоны появятся постоянно у моего противника. И так как он сейчас ведет по счету, то возможно, что в стычке, ну, стенка на стенку все будем играть, стоять друг у друга, не двигаясь с базы. То, скорее всего, он выиграет по зонам. Поэтому мне нужно пробивать базу. Я это понимаю. Пытаюсь обстрелять противнику торпедной установки посидонами. Но вы видели золотой буст плюс посидон. И в итоге торпедная установка на 10 минута топит мой корабль. Просто потому, что он чуть-чуть на клеточку ближе подошел, чем мог бы стрелять. То есть у меня сейчас посидон, если посмотреть по радиусу, он достреливает ровно наполовину до вот этой торпедной установки, то есть на золотом бусте. А на этот посидон он стрелял, у него радиус был где-то вот так. То есть насколько вообще у нас в игре морские установки сильные. То есть реально пытаешься играть от морской артиллерии, а эту морскую артиллерию перестреливают торпедной установки. Я, допустим, считаю это ненормальным. Все-таки флот третьего уровня занимает много кого. Стоит дорого. Качается тоже дорого по апгрейдам. И в итоге вот такая-то у него нулевая эффективность, что проще сделать побольше тяжелых кораблей, викингов или аллигаторов, и пробить торпедной установки таким образом. Вот. Я занимаю стенку возле центра карты. Вот. Противник там двигается кораблями, получает торпедами от меня. Здесь он своего корабля отправил вперед. Я решил чуть-чуть тоже выдвинуться вперед. Наказать его. То есть он сделал два-три залпа по моему кораблю. И как бы ничего страшного. Я чуть-чуть потерял хп, но зато я забрал целый корабль противника, который в будущем мог бы мне сильно навредить. Здесь начинаются бои посейдонов. Два посейдона против одного. Также здесь он начинает отдавать свои корабли. То есть ему просто не хватает микроконтроля. Я же контролирую каждый свой корабль, ставлю на стоп. Двигаюсь потихонечку. Хочу захватить зону наутилуса. Потому что отдавать ее я уже не хочу. Больно уж это опасно. Прииграть по зонам. Ну, пытаюсь захватить зону, но не получается. Торпедная установка расстреливает меня. Я решил пока что ее не захватывать, а вступить назад. В принципе, моя задача здесь продавить противника. А не захватить зоны. Потому что, опять же повторяюсь, зоны я могу захватить. Но где-то мне не повезет. Зоны заспавлены рядом с торпедками противника. И он просто по зонам выиграет. Но здесь опять ошибка от моего противника. Я сделал циклона, чтобы посмотреть, где там появляются новые торпедные установки. Чтобы по сезону могли с ними сражаться. И вместо того, чтобы захватывать зону наутилуса, я просто захожу в тыл базы моего противника. Было обнаружено, что у него почти все торпедные установки, которые могут быть по лимиту на третьем штабе, находятся с этой стороны. Соответственно, мы можем зайти с тылу. Тут по-любому не должно быть торпедных установок. Где-то что-то могут быть. Это большие толпы викингов. Но их тщательно здесь нет. И мы заходим в тыл к противнику. Уйдет верфи голые, которые если мы уничтожим, то по сути автоматически победим. Потому что построить новый верфь, это надо много времени, ресурсов. И за это время, пока у меня нет верфей, я себе сделаю огромную кучу флота. Ну и как бы на этом становится понятно, что мой противник проиграл. Потому что потеря верфей, это очень серьезно. Их нужно в этом турнире обязательно как-то прикрывать. Потому что без верфей вы не можете 2-3 минуты производить флота. За 2-3 минуты противник производит просто огромное количество кораблей, которые вы уже не сможете уничтожить. Скорее всего, ничем. Ну, в случае, когда вы играете за сопротивление, вы можете попробовать сделать стрекоз, потопить викинги. Это вариант. У конфы таких вариантов мало, скорее всего, только если производить много вертексов. Но вертексы коддаться посидонами, как бы, очень даже эффективно. Такой отбой в подготовительном этапе турнира в поисках Нотилуса. Катерация на катерацию, что, кстати, очень странно. Раньше турнир считался сопротивленским. Потому что было проще играть за сопротивление там. И чаще всего сопротивление играло само собой. Однофрикционные бои. А тут в подготовительном этапе я играю против конфидерации. Это, конечно, интересно. Вот, в общем, такой вот обзор. Может быть, запишу обзор за сопротивление, как играть. Ну, как бы, ждите видео. На связи был Данке. Спасибо за поддержку. Комментарии, лайки. И желаю всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok